Постоянно жалуются, что вот у тебя тут всё слишком открыто, а у меня, ой, тоже? Или так лучше? Так лучше? Нормально? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 10 сентября 2021 года, и это блог «Святая Земля сегодня». Ну и что у нас сегодня на Святой Земле? Ну, сейчас солнышко, правда, но чуть пораньше был первый дождь в Иерусалиме. Очень рано в этом году, потому что у нас дожди обычно начинаются только в ноябре. А тут сегодня были первые капельки, первые серые дождевые настоящие тучи. Это невероятная радость, если бы вы жили в стране, где 8 месяцев в году засуха, и ни капельки вы бы нас поняли. Вроде бы говорят, что границы открыли для туристов. Так ли это на самом деле? Ну да, все сейчас пишут, об этом спрашивают. Да, действительно, с 19 сентября Израиль открывает границы, но, увы и ах, группы, которые смогут приезжать сюда, должны обязательно быть привиты именно Файзером и именно 3 вакцины. Так что, к сожалению, пока для россиян эта возможность закрыта. Да и не только для россиян, для многих и других, как бы не все вакцинированы 3 раза. Были у нас европейские группы. Сложно пока сказать, потому что в Европе тоже не Файзер. Ну, американцы, наверное. Посмотрим, пока ничего в городе не изменилось, кругом полно местных. И сегодня мы будем рассказывать вам об очень интересном месте. Дело в том, что мы сидим на улице Яфо. Сидим совершенно не случайно, потому что Яфо – это центр города Иерусалима. Во-первых, улица Яфо – это наш юрусалимский центр. Это дорога. Если идти по этой дороге дальше, доберешься до города Яфо. Яфо – это древнейший набережный город на Святой Земле. Вот говорят слово «Яфо», и я начинаю чувствовать морской запах, начинаю видеть вот этот Яфский берег, эти здания 16 века, старый город. В общем, сегодня мы отправляемся в Яфо. И мы расскажем вам об этом городе самое-самое интересное. Разумеется, история у Яфо очень древняя и большая, как у многих городов на Святой Земле. Мы же расскажем о самом интересном, а именно о мифе об Андромеде, об апостоле Петре Соломоне и царе Давиде, о Наполеоне и о том, чем и как живет Яфо сегодня. Кто не знает город Тель-Авив? Бизнес-центры, модные рестораны, дорогие магазины, великолепные пляжи. В общем, каждый турист, даже паломник, мечтает посетить город Тель-Авив. Ну, о вкусах не спорят, но мне кажется, гораздо интереснее старый Яфо. Две минуты пешком в южном направлении от Тель-Авива, и мы попадаем в город, который был заселен уже за 7500 лет до Рождества Христова. Визитная карточка этого города – вот эта башня с часами. Она нам демонстрирует смешанный характер Яфо, который остается до сих пор. Здесь живут вместе и арабы, и евреи. Башня же эта была построена в 1900 году одним немецким часовщиком и архитектором на деньги арабов и евреев. Вот такой символ дружбы. До этого часы размещались исключительно на мечетях и церквях. Вот, кстати, и мечеть старого Яфо. Однако не стоит думать, что в старом Яфо жили одни только арабы и евреи. Жили также здесь и греки, и другие национальности. Это самый настоящий портовый город Святой Земли. Вот как раз вы видите греческое здание в старом Яфо. Вообще здание, которое вы видите, относится к XVIII-XIX веку. Типичная османская архитектура, так называемая. Обычно в Яфо бывает очень много туристов. Сейчас мы видим только одну единственную группу американской молодежи, так называемый Таглит. Это молодёжь, которая приезжает для того, чтобы потом получить здесь гражданство. Своё же название город Яфо берёт от сына Ноя, Иофета, или на иврите Ефета. Ефет пережил потоп вместе со своим отцом Ноем. И уже после потопа вот здесь, в естественном заливе Яфском, построил город Яфо. Этот фонтанчик, кстати, показывает нам животных, которые были в Ноевом ковчеге. Также город Яфо ассоциируется с пророком Ионой. Ведь именно из Яфского порта пророк Иона бежал в Фарсис. Не хотел он проповедовать неневитянам. И, как мы помним, три дня находился потом в очреве Кита. Расположение, конечно, идеальное. На самом деле сам Яфо – это некий такой холм над морем, как такой полуостров немножко. Выделяется от Тель-Авива и Батьяма, которые к югу. И именно поэтому в 15 веке до Рождества Христова это был один из важнейших городов на нашей набережной, который управляли тогда египтяне. Фараоны, те самые фараоны. Для них это был, ну, не самый главный город, но на восточной набережной Средиземного моря это была важная точка. Также это было в библейском периоде, уже при царе Соломоне. Считается, что Кедр и Ливанский он получил как раз оттуда. Город сейчас смешанный, то есть и арабский, и еврейский. Однако состав арабского населения в основном – это арабы-беженцы, то есть арабы, которые оказались здесь в 50-е или 60-е годы. Оригинальные жители, те, которые жили до 48-го года, как вы видите, уехали. Много из них даже очень богаты. Это, например, дом семейства Дамьяны. В том числе здесь жили и арабы-христиане, католики, православные. И все должны были покидать это место во время войны за независимость Израиля в 48-м году. Кто-то оказался в Ливане, кто-то оказался в Европе, а кто-то в Газе. Вот именно как раз поэтому население Газа так увеличивалось, потому что сбежали жители Яфа, жители Ашдода, жители Ашкелона, они стали жить в Газе. Вот здесь как раз это муниципалитет времен турок. В наши дни тут театр дружбы евреев и арабов. Прямо напротив заброшенного дома Дамьяни стоят вот эти пушки. Это турецкие, османские пушки, которые когда-то защищали город Яфа от врагов. Очень показательно выглядит вот эта пушка, которая направлена прямо на город Тель-Авив. Так что когда ракеты из Газа летят на Тель-Авив, местные жители иногда грустно улыбаются, проходя мимо вот этих старинных орудий. Яфа – это смешанный город, так же как Лида, так же как Иерусалим или Акка. И так же на этом пляже нередко можно видеть и евреи, и арабы. Вот здесь, например, ресторан Сент-Джордж, то есть в честь Георгия Победоносца. Тут даже есть знак – арабы и евреи отказываются быть врагами. Как раз возле этого ресторана находится православная часть Яфа. Вот посмотрите, за этими деревьями это храм великомученика Георгия, там колокольня нам виднеется. Напротив находится галерея известной израильской художницы и дизайнера Иланы Гур. В общем, Яфа носит такой очень международный, свободный характер. Поэтому сюда, конечно, любят приезжать молодёжь. Кстати, вот там вдалеке довольно известная у нас христианская школа Святой Праведной Тавифы, где учатся некоторые дети русских репетриантов, тех, которые считают себя христианами. Ну а молодёжь любит останавливаться в апартаманах. Вот, видите, девочки делают селфи. Наверняка получатся замечательные фотографии для Инстаграма. Для всех же христиан, любых абсолютно конфессий, Яфа прежде всего связан с апостолом Петровым. Здесь находится несколько храмов. И вот дом Симона Кожевника, на крыше которого было чудесное видение апостолу Петру. Этот дом – частная собственность. Он принадлежит одной армянской семье. Раньше когда-то пускали даже паломников на крышу дома, но ещё задолго до коронавируса это прекратили. И вот кроме дома Симона Кожевника в Яфу есть также очень красивый собор апостола Петра католический и наш православный храм Архангела Михаила, который тоже раньше, естественно, мы с паломниками посещали. Сейчас мы видим с вами самое таинственное и загадочное место в Яфу – скалу Андромеды. И скоро мы о ней расскажем. И это никакая не сказка, друзья. Хотя сказочного здесь очень много. Вот хотя бы ресторан под названием «Аладдин», а рядом с ним мечеть моряков. Вот такая пестрота, разнообразие, казалось бы, всеядность и разносторонность типична для городов, находящихся на побережье, то есть у моря. А в чем вообще отличаются люди, живущие в горах, от людей, живущих на набережной, знаешь? Ну, мне кажется, что люди, живущие на горах, наверное, более аскетичные, что ли. Верно, более аскетичные, подход к религии более такой фанатичный, ксенофобии определенного. А вот люди, которые живут в городах, где постоянно прибывают моряки, порты, разные товары, это с древних времен, это меняет их менталитет и характер. Поэтому, несмотря на то, что Яфа и Иерусалим находятся недалеко, всего лишь 60 километров расстояние, но изначально характер людей, живущих прямо на набережной, и характер тех, которые жили в горах, совсем-совсем разный. Ну, прямо скажем, объединяет и горных, и прибрежных жителей любовь к вкусной еде. Какие вкусные рыбные рестораны есть в Яфу. Но, увы, сейчас большинство закрытые. Это очень грустное обстоятельство. Всё-таки основной доход их был, конечно, от туристов. И вот такое можно видеть запустение и огорчение. А вот в Иерусалиме дело обстоит немного по-другому. Ну, вот, кстати, ресторан, где мы сидим сейчас, это даже не ресторан, это кафе, кафе Гелель. Здесь мы видим, что полно народу, потому что это место всегда было ориентировано на местных, на израильтян, которые здесь завтракают. Многие сюда приходят перекусить, когда у них обеденный перерыв на работе. И поэтому такие рестораны, они сейчас как-то выживают, да? То есть, в принципе, они продолжают. Единственное, что они, конечно, обходят закон, потому что по закону... Да, вот давайте не будем об этом говорить, что иначе нас закроют наш канал, как бы, и нехорошо подставить людей. Нет, хоть у меня есть вот эта вот зелёная карта, я так, и мне не пришлось ни разу её использовать, да? Не проверяют. Хоть везде, вход в любой ресторан или в кафе написано, что условия обслуживания, как это сказать? Да, да, да. Это только если человек вакцинирован. Но ни один... Дело в том, что хозяева ресторана настолько страдали во время локдаунов, что они не будут сейчас, как бы, злить своих клиентов и требовать у них паспорта и бумаги. Это касается не только таких кафешек, как бы, на улицах, даже дорогие рестораны, где всё, как бы, вот... Там, вроде, как бы, вот людей даже встречают их, нельзя сажать за столики и так далее. Но гораздо хуже пришлось тем ресторанам, которые ориентированы только на туристов. Поэтому мы с вами видим в Яфо закрытые места, и то же самое можно видеть по всей святой земле. Кстати, не только рестораны, святые места многие тоже, друзья мои, закрыты. Я редко, примерно раз-два раза в месяц имею какой-то один рабочий день вдруг с местными паломниками, туристами. И в лучшем случае места открыты до часу, поэтому успеть никуда просто невозможно. А в худшем случае написано, что до часу ты звонишь, человек тебе говорит, а, извините, я вообще сегодня в Иерусалиме целый день, я тут отъехал, как бы... То есть обязательств никаких нет, договориться заранее довольно сложно. Ну, с кем-то можно, конечно, но, в принципе, вот такое, знаете, все, такое, как бы, скажем, запустение, несколько такое депрессивное, опустошенное состояние. Ну, оно и понятно, потому что действительно народу нигде нет, и, собственно, зачем дежурить, зачем сидеть, никто не придет. Поэтому даже если ты примешь вот эти три вакцины, и приедешь сюда, и заплатишь бешеные деньги за отели, за всего, и гиду, ты не сможешь требовать от гида, чтобы он тебе что-то показал, потому что на местах просто никого нет. Ну, да, как мы пишем в программах, когда сейчас работаем еще раз, это буквально два рабочих дня в месяц, в программе возможны изменения, по возможности мы посетим, гиду приходится импровизировать, выкручиваться, потому что вдруг там закрыты или тут... В общем, короче говоря, Святая Земля стала немножко не та. Но вот такие места, как Яфо, аутентичные сами по себе, когда не важно, что открыто, что закрыто, важно сам дух места. Вот они продолжают жить и быть, и, конечно, представляют огромный интерес. Ну, не будем о грустном, давайте вернемся в Яфо. На вершине древнего Яфо находится замечательный парк с пальмами, из него открывается прекрасный вид на Тель-Авив, на море, на пляж. Также здесь стоит замечательный, особенно на закате, такой вот работа, которую сделал местный художник. Это напоминает наши древние ворота, вход в городах, в древних городах ханаанских. Вот здесь как раз изображение слева, точно мы только что видели, жертвоприношение Авраама, это лестница Яковлева, и наверху войны, это израилиты, которые завоевывали Ерихон, то есть завоевание Ханаана. Вот такой решили поставить, такой памятник. Тут собор апостола Петра, это католический собор, подойдем поближе, чтобы посмотреть. А вот тут левее, видите, вот закатный свет и мост. Это мост называется мост желания. О, это любимое место было наших паломников. Да, многие из группы верили, что если действительно положить руки на перила, на тот знак зодиака, под которым ты родился, и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Живописная лестница ведет нас к площади, к собору апостола Петра. Этот собор был построен в XVI веке на месте средневекового храма. Но в XVIII веке собор несколько раз разрушался, перестраивался заново. И, наконец, в XIX веке, уже после очередного разрушения, был построен вот этот храм, в котором сейчас идут регулярно службы на испанском, на польском языке, на иврите, кстати. Принадлежит он францисканцам. Прямо под колокольней храма домик с каким-то французским шармом. Это действительно так. Здесь раньше был замечательный французский ресторан. Ну а вообще связь Яфа с Францией такая. В 1799 году Наполеон взял Яфа. Таким образом он остановил движение османской армии из Сирии в Египет. И вот такая деревянная статуя Наполеона в маске, как положено, работает теперь в старом городе указателем. Ну а мы, следуя руке великого императора, как раз и отправимся вниз по лестнице через ту часть старого города, которая спускается к морю. Здесь мы видим с вами необыкновенно уютные, колоритные дома 16, 17, 18, 19 столетия. И здесь в полноте можно ощутить весь аромат старого Яфу и особое тепло камня. Это камень-песчанник, в отличие от известняка, из которого сделан Иерусалим. Каждая улочка имеет название знака Зодиака. Вообще в Яфу здесь живет очень много художников, здесь расположено много галереи, всяких мастерских. Это такое очень творческое место. И вот, кстати, одна из известных ювелирных мастерских, а Дина Пластилина, к сожалению, по случаю коронавируса закрыта. Вот такое грустное объявление. Если мы будем с вами спускаться к морю, мы обязательно пройдем мимо монастыря архангела Михаила. На сегодня это приходской храм нашей Иерусалимской патриархии, в который ходят молиться румыны, румынские рабочие, которые работают, живут в Израиле, и также некоторая часть русскоязычных прихожан. Правда, большинство русскоязычных православных тель-авивцев все-таки ходят в приход святого апостола Петра и праведные тавивы, которые находятся в Яфу. Но в другой части Яфу, в южной части, более современной, новой, когда-нибудь мы тоже сделаем оттуда обязательно выпуск и вам покажем. Ну а пока мы спустимся с вами вслед за этой парой в древний Яфский порт к Синему морю и увидим скалу Андромеды. Вот к этой скале, друзья мои, была привязана красавица Андромеда, и именно здесь ее спас Персей. Кстати, про Андромеду замечательный советский мультик есть. Помните эти советские мультфильмы по древнегреческим мифам? Я их в детстве очень любила. Я, увы, в детстве не смотрел такое. Нам не показывали, но спасибо тебе, Анна, спасибо нашим детям, что я освоил вот древние греческие мифы в советской мультипликации. Интерпретации, еще к тому же, нет, но там картинки гениальные совершенно. И герои такие красивые, и героини какие тоже привлекательные. А когда мы готовились к этой передаче, Рафаэл сделал для меня настоящее открытие. Я не знала, что у святителя Дмитрия Ростовского, кроме Чети и Минеи, то есть кроме житий святых, есть еще такой труд. История мира, от сотворения мира до Рождества Христова, поделенная на гражданскую и церковную историю. И там идет пересказ Ветхого Завета и пересказ всей... Параллельной истории языческого. Параллельной истории языческого мира. Про Зивса, про Юпитера, про богини. То есть, короче... Это переводы, пересказ древних авторов в изложении Дмитрия Ростовского. Блудный Зивс. Да, про блудодеяние Зивса и одержимую гордыней Кассиопею. Это бесподобно. Вы знаете, на самом деле, нравоучительное христианское повествование, пересказ древних языческих мифов с точки зрения христианства. Очень грамотный пересказ, потому что Дмитрий Ростовский владел греческим, нет, но латынь он владел, он это все переводил сам. Я вам очень рекомендую почитать. Вы знаете... Это на Руси. То есть, была единственная связь с классическим миром античным. Миром. Наши предки это знали. Про Андромеду и про Персей и про все это. В мифе об Андромеде говорится, что она была дочерью эфиопского царя. Однако по-гречески Яфа называется Иопа. И, соответственно, нет никаких доказательств, какую именно Эфиопию имели в виду греки, когда поместили туда события этой истории. И вот, как вы помните, Андромеда была дочерью прекрасной Кассиопеи. Царица Кассиопея настолько была горда своей красотой и красотой своей дочери, что прогневала бога Нептуна, и он приказал нереидам приковать Андромеду к скале. Должен был выйти из моря кит, морское чудовище, и сожрать прекрасную девицу. Ее спасает герой Персей, берет ее в себе в жены, и она становится царицей и его женой. Древнеримский историк Плиний Старший писал в I веке «Иопа финикийская, говорят, она существовала и до потопа, расположена на холме, а перед ней скала, где показывают следы атаков Андромеды. Там поклоняются сказочной кито». Город совершенно не изменился. Как видите, вот фотография XIX века. Кстати, Яфа, Яфский порт, это было первое, что видели на Святой Земле десятки тысяч наших русских паломников, которые пребывали сюда уже начиная с XII века. Вот здесь в порту обычно встречали их очень активные перевозчики, извозчики и грузчики, которые предлагали за Бакшиш переправить их на лодки от того места, где стояли корабли, до берега, а также потом довезти до гостиницы их багаж. Кстати, берег здесь скалистый, поэтому есть масса рассказов паломников о всяких ужасах, о том, как волны бьются о берег. И сойдя с корабля, сев на маленькую лодочку, человек не знает, будет ли он жив, когда доберется до долгожданного берега Святой Земли. Сейчас же в этом порту стоят прогулочные яхты, катера. Здесь, кстати, можно за денежку нанять яхту или катер, если у вас компания, например, и выйти в открытое море, пожалуйста. Также в Яфа до сих пор есть немало рыбаков, которые ловят рыбу и для себя, и для ресторанов, конечно же. А вот в этих домах размещены многочисленные апартаманы, которые сдаются для отдыхающих. Цены, как и везде в Израиле, к сожалению, не маленькие, но, в принципе, вот так вот переночевать день-два около моря, насладиться колоритом, может быть, и стоит, если вы когда-нибудь в наши края сможете привыть или соберетесь. Очень уютно, конечно, на закате, когда зажигаются огни. Вот мы видим подсвеченную как раз колокольню храма апостола Петра. На набережной очень уютно, приятный такой морской бриз, прохладно, жара спадает, довольно ощутимо, так что даже можно немножко замерзнуть. И вот и мы с вами покидаем на сегодня Яфу. Надеемся, что мы обязательно сделаем экскурсию по Яфу на Топосе. Хорошо в Яфу. Очень. Но нам пора прощаться, друзья мои. На сегодня наш небольшой, но, надеюсь, интересный и колоритный выпуск подошел к концу. Мы надеемся на скорую встречу с вами. И, как всегда, обещаем выходить в эфир как можно чаще. До встречи. До свидания.